Сначала нам нужно зайти в глобальные настройки, перейти в специальные настройки объявления и найти здесь прямые платежи, прямая плата на PayPal аккаунт пользователя. Чтобы использовать это, вам нужно создать поле профиля с именем, и вот видите, то есть прям вот PayPal, нижнее подчеркивание, email, и пользователь должен его заполнить. Ну что это такое, давайте рассмотрим, значит положение да и сохраняемся. Смотрите дальше, находясь вот здесь вот, да, в DJ Class of Fields, вот здесь есть поля, мы с вами еще не рассматривали их, как раз сейчас затронем. Переходим сюда, не видим ни одного созданного поля. Поля это такие вещи, которые можно куда-то дополнительно, там, на форму авторизации, на форму регистрации или в профиль повесить какие-то поля. Мы будем, возможно, более детальных рассматривать, но сейчас конкретное поле мы рассмотрим. Создаем новое поле. Вот имя обязательно, так как было в подсказке, PayPal, нижнее подчеркивание, email. Здесь можно, в принципе, то же самое оставить. Описание при необходимости. Дальше, использовать в дополнительное поле в профиле выбираем, то есть в профиле пользователей. Сейчас посмотрим, где это. Типы. Выбираем здесь поле ввода. И здесь рассмотрим внизу. Только цифры нет. У нас там будет email, поэтому нам цифры здесь не надо, чтобы только цифры в поле заполнять. Опубликовано, да. Обязательно для заполнения нет. То есть человек не обязательно заполнять это поле. Только тогда, когда он хочет купить ваш товар с данного доски объявлений. Дальше, обязательно для заполнения нет. Видимо, только админу владельцу нет. Заблокировать от изменения нет. И показать значение по нажатию тоже нет. И показывать на странице объявления. Да, нет. Выберем пока да. Если что, отключим. И здесь еще есть настройки поиска. Для поиска. Ну, в поиске не надо. Оставим нет. Сохранить, закрыть. Первое поле мы с вами создали. После авторизуемся как администраторы, например. Редактировать профиль. Видим, здесь появилось, вот оно поле, PayPal email. Вставляем наш email, который у нас привязан к аккаунту PayPal. То есть, регистрировались мы на данное email в PayPal системе. И нажимаем сохранить. Что мы делаем дальше? Чтобы в объявлении, вот здесь вот отобразилась кнопка купить, в каждом товаре нам нужно включить опцию покупки. Если товары уже созданы, то мы в настройках компонента идем в объявление. То есть, сейчас на странице открыто у меня объявление по продаже процессора. Значит, я захожу в это же объявление. Нужно пройти будет в каждое объявление. И здесь в самом конце есть вкладка цена. Выбираем цену. И здесь вот цена у нас по умолчанию, она отключена. Здесь выбираем да. Количество товаров, сколько у нас есть, также можно выбрать. Вставки пока мы не рассматривали. И здесь есть выбор. Пока на английском языке, что это за выбор и для чего это может пригодиться, рассмотрим чуть позже. Сейчас просто нам нужно увидеть кнопку купить. Работает ли это на сайте. На этом уровне нажимаю сохранить. Переходим на сайт. Видим, где цена кнопки нет. Обновляю страницу. И появляется кнопка купить. То есть, прямая покупка у продавца. Давайте посмотрим. Нажимаем купить. Нас перебрасывает. То есть, нам предлагают авторизоваться. Давайте я авторизуюсь как тестовый пользователь. По идее, нас перебрасывает вот на такую страницу. На этой странице здесь может быть у вас маленький момент, который желательно разобрать. Смотрите, вот здесь вот цена стоит процессора 6500. А вот здесь вот что-то непонятное. 6 и руб. Если вы с таким столкнетесь, как это правится? Скорее всего, вы сделали как я. У меня в цене, в товаре стоит пробел. Здесь всегда цену надо писать без пробелов. То есть, убирайте пробел. Нажимаете еще раз сохранить товар. И прямо на этой странице, на этом шаге, можно сделать обновление страницы. И видим, что цена здесь в порядке. Дальше мы переходим к купить. Видим цена, количество и способ оплаты PayPal, который мы с вами, в принципе, организовали несколько позднее. Ну и дальше купить. Нас, по идее, должны перебрасывать на шлюз PayPal, где мы можем будет произвести оплату. Что еще связано с этой опцией? Смотрите, нам нужно вывести опцию на странице добавления объявлений, чтобы человек, когда добавлял объявление, мог выбрать. Хочет, чтобы это объявление можно было напрямую купить, как сейчас вам показал. То есть, имеется в виду, вы можете сначала связаться с продавцом, как-то через вот этот сервис, по сути, объявлений, либо сразу напрямую купить. И, соответственно, человек, который дает объявление, он может выбрать, хочет он отображать кнопку купить или без этой кнопки. Соответственно, это тоже можно организовать. Чтобы организовать на странице добавления объявлений такую опцию, вам нужно перейти в настройки DJ класса Fields. Давайте посмотрим. Настройки. Глобальные настройки. Прокручиваем ниже. Специальные настройки объявлений находим. И вот где мы с вами настраивали прямые продажи. Чуть выше покупка. Это и есть эта опция. Она у вас будет, скорее всего, в положении нет. Включаем ее в положении да и сохраняемся. Вот именно эта опция покупка, она включает опцию на странице добавления объявлений. В самом низу, вот здесь вот, сразу появляется разрешить покупку. И выбор да. Если выбираем да, появляются дополнительные поля. Потому что количество товаров, если вы продаете щенков, у вас там может быть несколько, да. Можете выбрать здесь. И сейчас как раз таки разберемся вот с этим полем. То есть, что это такое, что за поле у нас здесь появляется. Это достаточно важное поле. Причем его можно разграничить. То есть, сделать, добавить дополнительные какие-то поля. Может быть это вес, размер, там еще чего-то. Какие-то единицы, да. Где это меняется? Самое главное. Выходим с вами из настроек. Находясь на странице, вот движение класса Fields. У нас здесь есть сбоку дополнительные, видите, опции. Единицы измерения. Самый низ. И вот они, наши единицы. Здесь это наборы, пары. В общем, какие единицы хотите на сайте, такие используйте. Вы можете их все вот так выделить и удалить. Переименовать и создать, добавить новых. То есть, например, сюда перейдем. Здесь, видите, особо ничего нет. Например, килограмм. То есть, цена за килограмм. Ставим килограмм. Сохранить. Какие еще единицы? Давайте переименуем другие. Например, штука. ШТ пишем. То есть, цена за штуку. Ну, а это, например, пускай будет пара. Цена за пару, да? В общем, любые. Я сейчас просто пример взял. Просто вам показать. Вот мы переименовали. И создайте, сколько вам нужно, сколько необходимо. Можете здесь создать дополнительные единицы. И, соответственно, если обновимся. И здесь это у нас меняется, видите? То есть, килограммами торгуете, штуками, парами. Здесь можете выбрать. То есть, все очень круто продумано. И, соответственно, внутри из админки тоже все меняется. Если зайдем в объявление, в любое созданное, либо создадим новое, здесь тоже на вкладке цена тоже, видите, переименовалось все на русском. Давайте теперь еще поговорим именно про баллы внутренней валюты сайта. Мы с вами ранее немножко уже затрагивали. Мне, к сожалению, не удалось вам показать именно начисление баллов через тестовую покупку PayPal в связи с обстоятельствами. Я их оговаривал. Но как это будет выглядеть, когда он все-таки их купил? Или есть возможность администратору сайта, например, через админку, любому человеку присвоить энное количество вот этих баллов внутренней валюты. Например, своему другу там подарить. Вы тоже должны знать, как это делается. Заодно посмотрим, как это выглядит. Как это делается? То есть, также на странице объявлений здесь есть баллы пользователей. Заходим. Видим, что здесь ничего нет. Нажимаем создать. Вот здесь вот пользователи. Вы назначаете пользователей. То есть, вот здесь вот, если у вас будет много пользователей зарегистрированных, здесь вы можете через поиск найти своего друга, кому вы хотите подарить баллы. Или это может быть так. Вам перечислили деньги напрямую, как-то вы договорились заранее с человеком, и вы ему вручную начислили баллы, которые он у вас купил. Вот, например, тест. Я выбираю тестового пользователя. И хочу присвоить ему баллов, например, 100. 100 баллов. И описание. Пишу в подарок. Нажимаю сохранить-закрыть. И что происходит дальше? Здесь, во-первых, мы видим, какой человек, сколько баллов. Здесь будет список всех пользователей с баллами. Переходим на сайт. Сейчас я авторизован как тест. То есть, здесь у нас есть аккаунт. Смотрим баллы пользователя. И я, как тест-пользователь, вижу описание в подарок. То есть, вот с фронтальной части человек их будет сразу видеть. 100 баллов. И дата, когда баллы были назначены. Что я могу делать дальше с этими баллами? Например, я могу добавить новые объявления, какие-то в платные категории. Или я могу свои объявления, старые, поднять вверх, используя баллы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!